Скандал вокруг Pussy Riot стал темой компьютерной игры. Эстонская фирма создала приложение Angry Kremlins по мотивам инцидента с российской панк-группой. Она похожа на хорошо известную любителям Angry Birds. Правда, вместо разнообразных птиц и свиней на экране сами девушки, представители Русской Православной Церкви и президент России. В этой игре группа Pussy Riot проводит акцию в Храме Христа Спасителя. Игроку нужно остановить бунтарок. Задача несложная для тех, кто пробовал играть в Angry Birds, говорится в описании на сайте игры. Правда, в ней всего один уровень. После завершения на экране появляется заставка. Поздравляем, вы разгромили этих буйных. Между тем, ранняя защита участниц Pussy Riot сообщила, что девушки намерены зарегистрировать товарный знак с названием группы. Сообщается, что процедура регистрации началась еще в апреле. А собственный бренд необходим группе, чтобы избежать использования названия в разного рода сомнительных акциях и проектах. Это та же игра, что и Angry Birds, только в ней задействованы другие герои. В игре представители российской власти уничтожают членов панк-группы Pussy Riot. Сейчас в нее играют уже около 50 тысяч пользователей. В принципе, согласен с создателями игры, потому что то, чем занимается наше правительство и за что судить бедных девушек, я считаю, это просто бессмысленно и такого даже нет в законодательстве. Поэтому создание такой игры – хорошая шутка, особенно с патриархом нашим. Продолжение следует...